Всем привет! С вами Андрей Сосняков. Лена будет спрашивать меня про то, как продавать видео на фотобанке. Да-да, мы поменялись ролями. Итак, Андрей, расскажите-ка нам, как вы продаете видео в интернете. Какие существуют сайты, где это используется? Используется это во всяких передачах, в рекламе, везде, где может понадобиться какие-то кадры, которые операторы не могут сами снять в данный момент. А материал идет смонтированным или каким-то вот... Материал идет, ну, обычно, как вы какой-то фрагмент снимаете на видео и отрезаете от 5 до 30 секунд стандартной длительности. Я обычно делаю до 30 секунд, а в среднем самая у меня обычная длительность, это около 20 секунд получается. Ну и как я понимаю, вот по сравнению с фотобанками, да, то есть требования точно так же к технической стороне очень высокие. Тут зависит, да, их же много, фотобанков разных, и на всех разные требования. Там есть Pond 5, я его рекомендую для начала, потому что там проще всего... Ну, требования самые такие лояльные. Есть, например, VideoHive. Там, наоборот, очень много бракуют, очень сложная вот эта вся атрибутация. В общем, очень много сложностей с подготовкой. Надо создать два превью JPEG-а разного размера, надо создать FLV-файл и самому наложить водяной знак туда. Сам файл надо заархивировать в zip-формат. После FLV-файла я уже ничего не понимаю. Вот, в общем, ну, как бы для начала, вот Pond 5, он такой самый лояльный, самый... И у меня на нем лучше всего идут продажи, но, наверное, потому что у меня там и больше всего загружены. В разы больше, чем на другие сайты. Ну, там очень удобно как бы все делать. А какой техникой ты снимаешь для этих сайтов? Canon 6D у меня. Это полнокадровая зеркальная камера. Canon 600D. GoPro 3 Black. И со всего? И со всего, да. Проходят, да? Да. Точно так же нужен релиз, да, если для коммерческого использования на всех узнаваемых людей. Да, если человек узнаваемый, то нужно взять с него расписку то, что права на это видео принадлежат видеооператору и, соответственно, он на них не претендует и это видео может быть использовано где угодно. Ну, я у тебя, кстати говоря, там вот полазила, по твоему портфолио посмотрела и меня удивило то, что много видео, на которых есть логотипы, товарные знаки и тому подобное. То есть эти видео идут как... Там есть тоже. Для редакционного использования, да? Да, есть для редакционного использования, на которых могут быть даже узнаваемые люди, но не нужен релиз. Но как минус то, что эти видеофрагменты могут быть куплены только для новостных сюжетов. Соответственно, аудитория покупателей сразу в разы уменьшается. Вот. Но, тем не менее, у меня есть редакционные такие видео, которые неплохо покупаются. А смонтированные никакие фрагменты не принимаются такими? Вот раньше можно было, что касается Pond5, делать такой как сборный фрагмент из нескольких. Ну, там, например, разными планами одно и то же показать. Но сейчас такие не принимают. У них изменились взгляды на жизнь немножко. И теперь надо отдельно эти все фрагменты загружать. Ну, там можно было, например, показать, что там человек идет по лесу. Раньше можно было общий план у нас идет, кадр. Дальше идет там крупный план, как он там перешагивает по лесу через бревно. И дальше там, как он смотрит. И раньше можно было все это склеить в один файл и вот в таком виде загрузить. То есть сейчас они требуют вот три файла по отдельности. Мне кажется, вот на Shutterstock я просматривала недавно, там наоборот ситуация поменялась. Мне кажется, раньше в требованиях они присылали именно отдельные файлы, а сейчас, по-моему, вот я видела вот такие вот нарезки. Ну, это может быть тоже из старых файлов. Также на Pond5 есть много, которые из нескольких. Может быть, это принято, которые раньше. Ну, с Shutterstock я не очень сильно работаю. У меня там продажи слабо идут, мало загружено. Они очень тоже ко многим вещам относятся критично. То, что у меня хорошо продается на Pond5, его там даже не приняли на Shutter, например. Были и такие случаи. Понятно. То есть тут другая картина с этими видеостоками. И цены, соответственно, для покупателей, если на Shutterstock по 70 долларов за фрагмент, то на Pond5 вы сами выставляете стоимость, и стоимость от 10 долларов минимально назначаешь. И, соответственно, покупателям лучше за 10 купить долларов, чем за 70. То есть ты поддерживаешь демпингующие сайты? Нет, а есть сайт VideoHive, где стоимость для покупателя по 4 доллара. А, есть еще дешевые. Но, тем не менее, это очень, я считаю, перспективный такой сток. Потому что там люди не смотрят, они сразу покупают. И по соотношению количества, например, у меня на Hive тоже мало. Но если их приняли, то это практически гарантия того, что их купят. Но там еще такой нюанс, там очень зависит на вашу активность. Если на Hive не грузить долго, то прям очень заметно угасают продажи. Если потихоньку туда выкладывать, там раз в несколько дней что-нибудь, то очень сильно продажи взлетают. Расскажи немножко про тематику. Вот какая тематика твоих? Ну, у меня в основном из путешествий все. Поскольку, ну, интереснее для меня снимать путешествия. Вот. Ну, продаются больше всего, как обычно, люди. Какие-то люди, эмоции. Ну, и что-то тематическое. Вот у меня там скелет лежащий хорошо продавался одно время. Даже не знаю, как объяснить, что именно востребовано. Ну, что-то интересное. Просто я смотрю, у новичков, кто только прям начал, все начинают снимать листики деревьев на просвет, цветочки, какие-то бабочки. Вот. Это, конечно, никому не надо. Ну, можно даже не выгружать, не тратить время, потому что не купят. Иногда прям пишут даже. Я когда начинал, я выгружал какого-то барсука туда. Мне прислали письмо, не нужны нам барсуки, их у нас очень много. Вот. И нам ваш барсук не нужен. Конечно. Вот. Я расстроился. Я думаю, такой классный барсук, его обязательно кому-то нужен. Оказалось, что нет. Понятно. А какую подготовку файл проходит, вот прежде чем он загружен туда и продается? Вот. Тут можно двумя способами поступить. Ну, это, как бы, можно сказать, все стоковые операторы делятся на два лагеря. Кто-то снимает много, особо не обрабатывая, выгружает кучу мусора, хотел сказать, материала. Вот. А некоторые, наоборот, делают цветокоррекции, все там дают шумы. Ну, я и так, и так делаю. Когда мне что-то нравится, какой-то фрагмент. Вот у меня есть на Андаманских островах, я снимал звездное небо, и такое было, ну, очень красивое было небо, и я его в Lightroom разбил на секвенцию JPEG, их обработал, собрал обратно видео, и там такой цвет очень красивый получился, и его хорошо покупают. А в оригинале, если бы я там все это не сделал, ну, он бледненько-серенько смотрелся, вряд ли бы его вообще купили. Ну, я думаю, что этот с опытом приходит, да, вот, уже постепенно видишь, где стоит заморачиваться, где... Ну, не всегда. Иногда покупают такую фигню, что, думаешь, это что-то случайно загрузил. Видимо, очень... Ну, тут надо попасть, да, и не всегда же понятно, что... что купит, а что нет. Ну, так же, как в фото тематике, да, тут определенная лотерея. Ну, туристические места какие-то известные, например, наверное, ну, так же, как фото, в принципе. У меня на Шаттерстоке есть 12 фотографий целых, когда я сдавал экзамен туда. Меня все время покупают небоскребы из Вьетнама. Ну, и, как бы, так же, наверное, с видео. Какие-то узнаваемые города, места тоже востребованы. Просто надо снять лучше, чем другие, поскольку всех известных мест тоже довольно много уже заснято, и все, как бы, есть. Просто надо сделать лучше. То есть мы часто видим ролики в интернете, да, ну, вот я как зритель, и у них идет, там, какое-то музыкальное сопровождение или какая-то звуковая дорожка, а сюда ты грузишь просто видео без звука. Звук... Рекомендовано его, как бы, вообще отключать, чтобы не было узнаваемых голосов, музыки и прочего. Вот. Но у меня в основном все ролики с отключенным звуком. Но есть парочку, например, там тоже хорошо продается. Оживленная улица городская. В Индии это было снято. И там все шумит, гудит. Ну, то есть там, да, клаксоны. Я решил, да, не убирать, поскольку, ну, как бы, это в плюс только идет. Угу. А так, в принципе, звук не нужен, музыку никакой не нужно искать под эту батальсу. Нет, музыку ничего не надо. При выводе ролика отключаем дорожку со звуком. Ну, или галочку убираем, чтобы без звука это все выводилось. Понятно. А вот такие ролики, я сейчас боюсь ошибиться, потому как это все произносится, я не очень знаю, которые из фотокадров собираются. Как это таймлапс? Таймлапс это другое. Таймлапс, ну, как бы, это все близко. Таймлапс это... Ну, вот такие вот видеоролики из фотокадров имеют там место быть или это не принимается? Имеют, конечно, да. То есть это тоже возможно. Это также выводится в видеоформат все, да. И там тоже одна сцена. То есть отдельно одна сцена, отдельно другая сцена. А вот у таких роликов, у них же можно сделать вообще громадное разрешение? Да, сейчас 4К уже. Какое разрешение стоит делать максимально? Имеет ли это смысл вообще? Ну, вот сейчас 4К уже принимают формат. Как бы, ну, заделан на будущее, думаю, имеет смысл. А минимальный размер, который вот там? Ну, а минимально обычный можно 720 на 576. Ну, я думаю, это уже как бы не актуально. А ты какие грузишь? Ну, я Full HD 1920 на 1080. Ну, это стандартное разрешение, с которым пишут даже вот это вот сейчас камеры. А когда ты на зеркалку снимаешь, какие-то есть определенные моменты, о которых нужно знать? Ну, например, я не знаю, может быть, не нужно слишком открытую диафрагму, там, чтобы все было в резкости, там, или как это вообще? Не знаю. Тут, мне кажется, стоит обратить внимание на то, что у нас в России это 25 кадров в секунду видео. В других странах это может быть 29, там, 29,9. В общем, разное количество кадров, разные настройки. Я раньше тоже думал об этом, снимал, там, 29, чтобы угодить всем. Потому что из 29, как бы, 25 проще сделать, из 25 уже 29 не сделаешь. Вот. Но поскольку видео без звука идет в футажах, то, в принципе, я думаю, это не критично. И, в общем, я с этим не заморачиваюсь. И в каком ты пришел, я не понимаю. Ну, потому что в коммерческой съемке мы снимаем все в 25 кадрах, поскольку мы на России работаем. А для стоков я переключаюсь в 29 обычно, но я не всегда про это вспоминаю. То есть принимают и то, и другое. Принимают и то, и другое. Или 25, и 29 кадров в секунду. И по размеру, соответственно, сами файлы получаются больше при 29 кадрах в секунду. Угу. И там, если у вас интернет медленно, если где-нибудь на острове сидите, то это, соответственно, неприятно. Грузить дольше. А про соотношение сторон что там? То есть какое? Ну, там оно стандартно 16 к 9. 16 к 9 для видео. Там, когда HD, то оно только такое, может быть. По диафрагме. Ну, тут уже зависит от задачи. Там, закрывать и открывать диафрагму. То есть там снимаете пейзаж какой-то или город там на общем плане. Только, конечно, закрывать. Нет, это понятно. Я имею в виду... Нет, я просто хотел рассказать, может, кто-то, если не совсем... Насколько они... Творческий вот замысел могут понять там, да? Да, если объект, например, ты снимаешь человека и, например, ты делаешь там что-то не резкое, он выходит из резкости, заходит обратно в резкость. Такие вольности непозволительные? Тут как модератор уже решит. А, понятно. Ну, вот опять-таки, на некоторых сайтах примут без проблем. А на таких, как Shutterstock VideoHive, как повезет уже. Ну, в принципе, если как бы все логично, то, я думаю, примут. Тут больше, ну, по техническим параметрам смотрят именно на качество, чтобы не треслось ничего, чтобы все резко было. Шумов, чтобы много не было. А что с художественной обработкой изображений? То есть я, например, сравнивая со своей темой, темой фотографии, знаю, что несколько лет назад совершенно нельзя было, ну, никаких вольностей в этом плане, да? То есть изображение без тонировок, без всего. Да, сейчас все больше этого появляется. То есть если это качественно, интересно и так модно, то все это принимается. Вот. Что с видео? То есть какие-то обработки фильтрами и так далее. То есть это допустимо или нет? Ну, вообще в видео, когда это все профессионально снимается, то снимают, специально выставляются, если так упростить все, бледные цвета. Чтобы увеличился динамический диапазон видео и чтобы при цветокоррекции можно было все это вытянуть. Ну, если сразу на камере поставить яркие цвета, то там тени уйдут в черный цвет, пересвет и, соответственно, пересветится. Поэтому на камере выставляется все влеплое и потом при постобработке уже, ну, больше возможностей, как это все обработать. Вот. Тут опять же таки можно выставить на камере, чтобы сразу все ярко, красиво было. И так выгружать. Ну, на сайте это будет все красиво и ярко смотреться, может быть, послужит поводом для покупки. Может, наоборот, соответственно, если люди какой-то серьезный проект делают и им надо цветокоррекцию в определенном стиле потом для всего видео, для всего проекта сделать. А у тебя тут такие яркие уже цвета, все уже, ну, уже сложно будет что-то изменить. Соответственно, может, наоборот, они не купят у тебя с твоими цветами и будут искать сблеклыми, чтобы можно было. Это я так немножко упростил. Ну, понятно. В итоге, я думаю, все-таки имеет смысл делать какую-то такую цветокоррекцию, чтобы не перегибать там в какую-то сепь или там во что-то такое, а просто делать нормальные цвета без фанатизма, чтобы это все просто красиво смотрелось качественно. Я думаю, надо остановиться на такой обработке. Твой подход – понять. Потому что каждый для себя выберет, как ему удобнее. А что насчет дрожание камеры там и так далее? То есть это недопустимо? Снимается со штатива или как это все? Ну да, только со штатива, со слайдера или со стадикама. Ну, срок это не примут даже на таких сайтах самых простых, скорее всего. Ну и, соответственно, покупать не будет, если будет дрожание. Это самое основное такое требование. А что насчет зуммирования во время съемки? Нужно это, не нужно? Это не нужно, поскольку у нас очень короткий фрагмент видео получается. Мы сначала все настраиваем, выставляем по композиции, чтобы красивее было, по свету. И потом, ну как изначально, как это все происходит. Ставим камеру на штатив. Выставляем там на людей или кто там что будет делать. Снимаем, допустим, минуту. И потом берем из этого полминуты. То есть это не полуторачасовые съемки? Ну да. Ну какое-то действие желательно, чтобы было. Если вот ты мне сейчас показал, там, маму с ребенком, там, пускай вот мыльный пузырь летит мимо, а ребенок его там лопает, и они все улыбаются вдвоем. Ну вот такая какая-то завершенность некая. Ну вот у тебя длинный там файл, его можно же разный фрагмент выбрать. Есть просто, они сидят и ничего не происходит там, они даже не улыбаются. А есть вот фрагмент, когда красиво пролетает. Ну это как бы понятно все, логично, что надо выбрать, чтобы было что-то интересное. Что-то интересное, да. Андрей, а что по количеству загрузок, сколько ты времени этому уделяешь, действительно там, ну допустим, в месяц, да? И насколько это влияет на количество продаж? Ну вот, признаться честно, последние месяца два, может три даже, я загрузил, может, одно видео. Потому что сейчас, ну сейчас у нас другие съемки, но планирую вот начать опять. Ну при всем при этом, на некоторых сайтах продажи, ну не сильно упали, все равно денежка капает. А на некоторых очень влияет именно твоя активность. И нужно грузить, 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 и тогда будут очень хорошие продажи. Ну, например, если у тебя там сто роликов есть, и ты активен, у тебя будет одно количество продаж. А если у тебя те же сто роликов, но ты, как я, например, два месяца ничего не делаешь, то продажи будут минимальны. Потому что, несмотря на все мои послабления, продажи идут, там, на Pond5 они упали, может, процентов на 20 всего. С тем периодом, когда я вовсю туда загружал. Сколько у тебя там сейчас файлов? На Pond5 у меня 500 с чем-то. Немало. Вот. Но я без фанатизма туда загружаю, в принципе. Вот. Я все только планирую больше уделять этому. Но тем не менее. Ну, обычно какие-то попутно коммерческие заказы мы делаем, и какие-то фрагменты подходят для столов. Я их туда выгружаю. Специально я практически ничего не снимаю. Это бывает очень редко, в основном, в путешествиях. Потому что в путешествиях есть время, есть желания, есть красивые какие-то виды, красивые действия, события. Андрей, вот для тех, кто, может быть, не очень с темой видео близок, как я, например, расскажи, в какой программе все это готовится к выгрузке, то есть кухня. Ну, в программе, в принципе, в любом видеоредакторе нужно выводить ее в QuickTime. В настройках ставить фото JPEG, сжатие покадровое, и качество JPEG 90-100%. Вот. Я уже сделал видео обучающее, как это все сделать. У меня там с экрана есть захват, показано все. Вот ссылку я здесь размещу тоже в этом видео. Ну и расскажи немножко про самый приятный вопрос. Вывод денег. Как это все происходит, как эти деньги оттуда забрать, и сколько, собственно, автору достается. В общем, по поводу процента, автору достается на разных сайтах от 30 до 50% от стоимости видео. Например, у нас продается фрагмент, там, за 20 долларов, соответственно, половину себе забирает сайт, ну, за то, что он сам все продает, сам принимает деньги, как бы ради бога. Вот. И половина достается нам. Эти деньги копятся на счету на сайте сначала. И раз в месяц они выводятся либо на PayPal, либо на MoneyBookers, ну, несколько там вариантов, куда можно это вывести, на электронные кошельки. Соответственно, с этих кошельков вы можете себе вывести эти деньги на карту, на банковский счет или потратить в интернете там что-то себе приобрести. Подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы в комментариях. Я постараюсь на все ответить. Пока. Я тебе скажу пока. До свидания.